еще раз хочу вернуться к нашей хранимой процедуре это которая опорционно выбирает записи как я говорил она немножечко имеет излишний код дело в том что последняя запись order by added date desk в принципе не мешает да но по большому счету дублирует данную запись order by added date desk то есть получается что мы два раза не пытаемся выполнить сортировку в первом случае во внутреннем нахождении внутренних строк получается выполняется сортировка в принципе все нормально и после этого данные как бы уже отсортированы то есть так как нам это необходимо вот ну а в конце мы выбираем select из полученных записей с условием тоже сортировки здесь уже в принципе это условие всегда будет выполняться и в нем необходимость как бы отсутствует поэтому в принципе можете данную последнюю строчку удалить хотя она здесь не мешает да но тем не менее все таки данная процедура будет с данной строчки работа все таки немножечко медленнее хотя это в принципе несущественно там разница достаточно маленькая будет потому что сортировать по большому счету нечего будет единственное что компилятору придется просто постоянно обращать внимание на данную строчку то есть как бы постоянно оцинковать необходимо ли сортировать строчку да вот хотя не буду здесь точно вам говорить насколько это является принципиальным с точки зрения производительности потому что сильно глубоко и в работу SQL сервера и его команд я честно говоря никогда не вникал то есть мой профиль больше все таки разработка приложений так на этом давайте закончим с нашей хранимой процедурой а еще я хочу показать как визуально понять зачем же мы устанавливали связи между таблицами на данный момент так это артикл с нас интересует нас интересует скул подключаемся к базе данных скул находим две таблицы открываем таблицу ну любой из них да и смотрим relation класс из хэта помните мы устанавливали да значит таблица класса имеет в себе поле значения которых берутся из таблицы head получается имеем поле head-id в табличке класса с которая имеет значение из поля айди таблицы head помним что поле айди у таблицы head является первичным ключом правильно для таблицы класса с полях это айди является внешним ключом внешне это это значит, что значения берутся из внешнего источника, то есть из какой-нибудь другой внешней таблицы. Но как понять визуально, что значит зависимость одной таблицы от другой? Я думаю, что если вам показать графически, как таблицы связываются друг с другом, я уверен тогда, что у вас понимание взаимосвязи между таблицами придет в гораздо более глубоком смысле. Поэтому попробуем создать графическое представление наших таблиц и взаимосвязи между ними. Делается это в папочке Database Diagrams. У нас здесь пока ничего нету, поэтому правой кнопочкой Add New Diagram. У меня сразу появилось диалоговое окно. У вас, скорее всего, может появиться еще дополнительное окошко, которое спросит, добавить ли возможность создания представлений для таблиц. Не представлений, а диаграмм. Потому что представления, вот View, это, скажем так, отдельная категория, отдельные элементы. О них мы, возможно, еще поговорим. Пока, вот раз я уж заговорил за них, знайте, что View – это так называемые виртуальные таблицы. Это, в принципе, то, что мы использовали в хранимой процедуре. Ну, то есть в каком-то значении, наподобие являются их. View – это просто, к примеру, выборка Select, из одной или нескольких таблиц, которая непосредственно не существует, которая не хранится на винчестере, вот в SQL-сервере. А View – она автоматически генерирует таблицы по мере обращения к данной View-шке. То есть если мы создали, например, хранимую процедуру, и в ней вызываем Select, например, звездочка from имя таблицы, то мы выбираем данные из конкретной таблицы. Эта таблица конкретно существует. Но если мы пишем, например, Select звездочка from имя View-шки, то получается сначала View-шка генерируется, а потом уже выполняется команда Select звездочка from из этой View-шки. А сама View-шка, например, может содержать такую команду всего-то-навсего. Select, например, звездочка from имя таблицы, where категории равно столько-то, ну такая-то, да? То есть View-шка – это отфильтрованные данные, скажем так. Зачем это надо? Ну, это уже другой вопрос. И, как пишут в одной книге, редко когда встречается действительно необходимое количество использования View-шек. Обычно ими или злоупотребляют, или их не используют совсем. Мы в своей практике в данном диске, наверное, не будем использовать View-шки. Но ничего сложного в них нет. Это обычный SQL-ный запрос, который мы рассматривали до этого. То есть познакомиться с View-шками вы всегда сможете. То есть любая статья, любых несколько страниц книжки по SQL-командам и понимание View-шек не оставят за собой долго ждать. Итак, выбираем Classes и выбираем таблицу Head. Можно это сделать вот так, а можно, зажав Ctrl, повыбирать, да? ADD – Close. Как видим, у нас сгенерировалось две таблицы. И между ними находится какая-то перемычка, да? Что это значит? Вспомните, что я вам говорил о типе взаимосвязи между таблицами. Один ко многим, один к одному и многие ко многим. В данном случае мы реализовали связь один ко многим, правильно? В данном случае, если говорить о таблице Classes, получается многие к одному. То есть одна запись таблицы Head может существовать во многих записях таблицы Classes. Правильно? Здесь, допустим, один ответственный, да? Кто там, классный руководитель может находиться в нескольких записях для таблицы Classes. То есть мы имеем, допустим, 5-й А, 5-й Б, 5-й В. И у всех у них в поле Head ID установлено одинаковое значение. И это одинаковое значение, оно находится всего лишь в одной строчке в поле ID таблицы Head. Получается, одна запись из таблицы Head может предоставлять данные для нескольких записей таблицы Classes. Если бы ситуация была иная, к примеру, одна запись здесь, одна здесь. То есть только одна запись из таблицы Head может присутствовать в одной записи таблицы Classes. Ну, к примеру, да? Неважно зачем, но вот так может быть. В этом случае отношение было бы один к одному. Но в нашем примере у нас получается отношение «многие к одному». Ключик – это показывает родительскую таблицу. Значок восьмерки, лежащий в бесконечности, показывает, что здесь может присутствовать множество записей из таблицы, из второй таблицы, подключенной в данном случае Head. Вот теперь, я думаю, у вас более или менее сложилась явная картина по поводу таблиц и их отношений. Зачем мы создаем несколько таблиц, а не напихиваем данные в одну, и думаю, уже немножечко прояснилось это дело. В следующем уроке мы с вами рассмотрим один достаточно показательный пример. Я уже не готов вам сказать, но его, этот пример, я обнаружил на одном из форумов. Там человек задавал вопрос по связям таблиц и предоставил кусочек табличных диаграмм. Не все таблицы там были, и мне пришлось только догадываться, что там было дальше на рисунке, за пределами рисунка. Но, скажем так, исходя из своей практики, когда-то мне тоже доводилось писать приложение для учебных заведений, я, скажем так, предположил, какие таблички могут быть. Поэтому мы разберем с вами этот пример, посмотрим, какие предполагаются для создания сущностей, попробуем завязать их в таблицы и установить связи между таблицами. Продолжение следует...